О борьбе с вирусом, ситуации в здравоохранении, экономике и поддержке наиболее уязвимых категорий граждан говорили сегодня и на совещании во Дворце Независимости. Белорусская методика диагностирования, лечения, сопровождения и реабилитации пациентов не только работает, но и перенимается другими государствами. Конечно, теми, где удалось сохранить и модернизировать систему из трех уровней – инфекционные центры, отделения и стационары, санатории и профилактории, поликлиники и ведение пациентов амбулаторно. Добавьте к этому строгий контроль на всех этапах и станет понятно, почему все больше независимых экспертов говорят о выходе на так называемое плато в Беларуси. Это когда ежедневный прирост ковид-позитивных меняется незначительно и может как прибавлять, так и снижаться. После плато обычно следует плавный спад числа выявлений больных с выходом на коллективный иммунитет против нового вируса. Главное на этом этапе, чтобы выдержала медицинская система, экономика и люди получили поддержку от государства. О том, как это работает в Беларуси, Андрей Кривошеев. В условиях пандемии и инфодемии, когда соседи закрыли границы, а континент почти полностью свернул торговлю и кооперацию, Беларусь использует свой, уже устоявшийся национальный механизм поддержки граждан и трудовых коллективов. Если в самых общих чертах, то принцип такой не всем сестрам по серьгам, а адресно помочь нуждающимся и поддержать те трудовые коллективы, которые не сложили руки, но сами не могут пока преодолеть внешнюю блокаду и заработать. Во всех смыслах, в полную силу. Система адресной помощи действует в Беларуси уже 8 лет. И это действительно система, а не разовые акции или выплаты. Главный принцип – помощь должна поступать напрямую тем, кто действительно нуждается. Причем поступать оперативно, без волокиты и по четким критериям. Тот же принцип заложили и в проект указа о социальной поддержке отдельных категорий граждан. Мировая пандемия и сверх жесткие меры борьбы с ней, вплоть до закрытия границ, действительно требуют дополнительных социальных трансферов от государства. При этом подходы президента к такой помощи неизменны и звучат последние два месяца. Поддерживать будем тех граждан, которые сегодня нуждаются в поддержке. Если человек потерял работу или же у него нет работы, мы договаривали, что у нас достаточно вакансий, в том числе и в Минске. И это непростое время, человек должен спокойно прожить, устроившись на другую работу. Ну, может быть, и не совсем приемлемую и любимую им. Еще раньше я предупредил всех так называемых нанимателей, руководителей предприятий, что в это непростое время, когда весь мир не работает, экономика не работает, слава богу, начали понемножку открывать производство и на Западе, и в России, и так далее, в Китае. Для нас очень важно сохранить трудовые коллективы. И тогда я категорически предупредил неприемлемо увольнение людей. Это мое требование остается непреклонным. Все денежные средства, которые мы можем сегодня направить на поддержку конкретных предприятий и граждан, должны быть направлены на места. Я переговорил со всеми губернаторами, на совещании мы обсуждали этот вопрос. Они просили, передайте нам денежные средства, мы сами посмотрим и определимся на месте, кого нужно поддержать. Решение было принято. Вот три основных момента, которые мы должны учитывать при оказании помощи и поддержки. Поддерживать надо тех, кто нуждается в поддержке и кто сам шевелится. В качестве примера глава государства приводит работу ресторана в белорусской калийной компании и национального авиаперевозчика. Белавиа в самом невыгодном положении. Готовы летать, свое небо открыто, но партнеры только-только начинают выходить из самоизоляции. Рейсы пока единичные. Ну да, люди когда-то меньше ходили, сейчас в ресторанах больше людей. Но, конечно, это не то посещение, что было ранее. Тогда рестораторы и работники ресторана нашли такую форму зарабатывания денег, как доставка обедов, завтраков на дом, предприятиям. Они нашли новую форму. И вообще это не наше дело. Это дело местных властей. И мы должны местным властям, губернаторам и мэру Минска, направить денежные средства на поддержку. Они разберутся, кого поддерживать. Нам надо посмотреть на стратегические направления. Я тоже приводил пример Белавия. Ну, они же не будут летать от ресторана до больницы и развозить на самолетах или вертолетах продукты питания. Конечно, не будут. Надо посмотреть на ситуацию Белавия и чем можно помочь этому предприятию. Или возьмите, допустим, Белкали. Мы вообще от калийной отрасли очень мало получили доходов. Очень мало. Потому что рынки закрылись, движения никакого не было. Но, тем не менее, они нашли возможность в этой ситуации договориться с Китайской Народной Республикой, по-моему, с другими рынками, и получить соответствующее денежное средство, поставляя свои товары. То есть люди шевелятся, люди стараются договориться. Примеров, где бизнес, малый и крупный, оперативно подстроился под нужды рынка, хватает в каждой отрасли. Например, Легпром. Дефицит импортного сырья компенсировал белорусским и занял мощности пошивом средств индивидуальной защиты. Один из самых пострадавших, сектор внешнего туризма, стал активнее в туризме отечественном. Спрос есть на небольшие оздоровительные и спа-центры, и агроусадьбы для работающих на удаленке. В целом, логику государства бизнес понимает. Валюту мы не печатаем, а чтобы дать кому-то денег, их нужно достать из бюджета. Предпринимательский сектор во многом существует благодаря крупным промышленным предприятиям, потому что там работают люди, получают заработную плату, и эту заработную плату они несут в эти ресторанчики, кафе, в сферу услуг. Поэтому очень важно, конечно, сохранить все сферы, все сектора национальной экономики. А что наши внешнеэкономические партнеры? Похоже, не медицина, а общественное мнение экономика заставили политиков начать поэтапное открытие стран. Малые государства, у которых нет своей подушки безопасности, и тает надежда на масштабную помощь Брюсселя, открылись первыми. За ними потянулись и гранды еврозоны, где ситуация, мягко говоря, далека от нормальной. Так власти Италии, а Пенины долгое время оставались эпицентром вируса в Европе, разрешили возобновить работу всем барам, ресторанам, парикмахерским и салонам красоты с 18 мая, на две недели раньше срока. Плюс открывается розничная торговля и культурные объекты. Рим говорит, идем навстречу регионам. А регионы сетуют, что решение запоздалое. Пока ситуация драматичная. Сейчас мы закрыты на два месяца, и все это время платим высокую арендную плату, потому что рядом знаменитая площадь. За март и апрель 1300 туристов отменили бронирование в нашем ресторане. В Штатах, которые держат печальное первое место в мире по числу инфицированных и тяжести последствий, взбунтовалась Тесла. Завод электромобилей в Калифорнии, несмотря на запрет властей округа, запускает конвейер. На все предупреждения в Твиттере ответил лично глава компании Илон Маск. Сегодня Тесла возобновляет работу, несмотря на действующий запрет округа Аламеда. Я буду на производстве вместе со всеми. Если кого-то арестуют, я прошу, пускай это буду только я. Кстати, президент США и тоже в Твиттере, в тяжбе предпринимателя с местной властью, встал на сторону Маска и трудового коллектива. Абсолютное большинство заводчан хотят работать. В это же время в Беларуси, по данным Минздрава и независимого мониторинга, эпидемическая ситуация в каждом регионе находится под контролем. Это дает возможность думать про экономику и тактику возврата к нормальной работе на внешних рынках, включая американский. Ситуация в Беларуси сегодня с вирусом и другими заболеваниями терпимая. Тот метод, которым мы пользуемся уже третий месяц, он приносит свой результат. И вот этим методом, этим путем воспользовались и другие государства. Я уже сколько раз говорил, посмотрите на западные страны. Потихонечку, потихонечку открылись. Начала работать экономика, а это миллионы людей. Это миллионы людей. И в то время, когда еще смертность у них за сутки превышает всех умерших в Беларуси за эти три месяца. Люди сотнями умирают. Они спохватились и поняли, что и другие же болезни никуда не ушли. И людям надо жить и работать. Люди психически ненормальными становятся запертыми в этих двухкомнатных, однокомнатных квартирах и в общежитиях. Посмотрите на восток. Дружественная нам родная Россия. Открыли строительный комплекс, промышленные предприятия, другие основные сектора экономики. Но это 90 с лишним процентов населения, которые выйдут на работу. Богатая Россия, у которой накоплен огромный золотовалютный резерв и фонд национального благосостояния. Она поняла, что могут быть плохие последствия. И это в то время, когда у них, они сами признают, они еще на пик заболеваемости не вышли. Каждые сутки они фиксируют все больше и больше заболевших. Хотя это, конечно, не главный показатель. Это не главный показатель по поводу тестирования населения и результатов этих тестов. Чем больше тестируем, мы сами это заметили, тем больше мы фиксируем заболеваемость от этого вируса. В России действительно завершен период нерабочих дней. Как заявил накануне Владимир Путин, страна подошла к поэтапному смягчению режима ограничений. Жесткая самоизоляция длилась шесть недель. И за это время, по данным экономистов, количество безработных увеличилось в два раза. Хотя часть бизнеса, по белорусской логике, трудовые коллективы берегла, чтобы оставить себе шанс возродиться. Действительно, это такой сильный удар по бизнесу. Не работать месяц, это достаточно серьезное испытание. Ради сохранения коллектива мы полностью сохранили все зарплаты, мы сохранили весь штат. Принимая решение, власть в Беларуси опирается на детальный прогноз по числу инфицированных и подробные данные по возможностям медицины. Пока прогноз точен, а научный подход себя оправдывает. А потому есть дополнительно возможность прогнозировать ситуацию по пневмониям в целом и тяжелым случаям в особенности. Вчера я дал команду, чтобы они немедленно в Министерстве здравоохранения представили мне прогноз не по ковид-заболеваниям, у нас этот прогноз есть, а по пневмониям. По всем пневмониям, в том числе ковидным. Везде проблема номер один в лечении – это пневмония. И, слава Богу, у нас понемногу есть по стране прирост, но это уже не тот прирост, который мы фиксировали даже 2-3 недели тому назад. Дай Бог нам на этом уровне выдержать. Будем лечить людей, будем смотреть, что будет дальше. Но хочу, в связи с тем, что я поднял этот вопрос, категорически предупредить, что головой все отвечают за смертность населения. Все эти показатели ковидовские и даже пневмонийные, сколько у нас там вчера было, сколько сегодня, какая динамика, это все уйдет, это все забудут. А вот погибших людей, которых мы могли спасти, но не спасли, это останется. Игорь Петрович, вы знаете мое требование, вы контролируете. Железно надо требовать от Минздрава и врачей сохранение жизни людей. Я об этом в храме недавно говорил. И я это беру на серьезный контроль. Ответил президент и на спекуляции по методике лечения. Три уровня – больница, санаторий, поликлиника и амбулаторное наблюдение. Сейчас подвергаются массированной медиа-атаке. Я хочу, чтобы все понимали, в чем суть. Мы лечим людей в больницах. И мое непреклонное, жестокое требование – ни в коем случае в инфекционных больницах не передерживать выздоравливающих людей. Ну вы представьте, инфекционная больница, если вы ее видели. Это блок, закрытый блок, где лежит один, два, три больше человек в палатах. И они как в тюрьме, они же никуда не могут, даже хуже, чем в тюрьме, ни на улицу не выйти, и они там находятся. Притом та истерия, которая создалась вокруг этого заболевания, вокруг этого вируса, она же психологически душит человека. Если есть нормальная динамика в лечении больных в больнице непосредственно, врачи, лечащие видят непосредственно, что человек себя нормально чувствует, пустите меня домой. Мною принято решение, пока не домой. Если он нормально чувствует, пошел на выздоровление, мы его переводим в санаторно-курортное, так сказать, лечение. Мы его перемещаем, в зависимости от состояния его, в будущем перемещаем в санаторий. Аксаковщина, по-моему, и госпиталь инвалидов отечественной войны в Минске. Два я поручал, откройте там, они же персонал на месте, людей там нет, нет ни одного человека. Давайте мы этих людей, которые практически выздоровели из больницы, переместим туда. То есть человек, во-первых, выходя из больницы на санаторно-курортное долечивание, это называется долечивание, он психологически уже себя лучше чувствует. Но, если кто-то невыздоровевшего человека отправляет на долечивание в этой санаторий, здесь простой контроль. Этот человек через 2-3 суток вернется назад, потому что он себя хуже почувствует. У нас таких случаев было всего два. А перемещали мы из больниц на этот второй этап долечивания тысячи людей. И потом третий уровень у нас, это те, кто наблюдаются дома. Если такие есть люди бессимптомные, у них нет абсолютно, они переносят нормальное это заболевание. Если нет риска для того, чтобы заразить других, у нас, по-моему, 5 или 6 тысяч по стране наблюдается поликлиническим уровнем. В Минске, допустим, создано около 270 бригад, которые держат на контроле определенное количество в своих районах этих людей. Они на контакте. И если чуть какое-то ухудшение, мы немедленно их госпитализируем. Вот такой замкнутый круг. И это себя оправдало. Как только мы заметили, где-то заболел человек, немедленно начинаем тестировать его контакты и изолировать. То есть, как я говорил, очаговый метод борьбы, а не фронтальный на изоляцию. Это особенность сегодняшнего лечения в Беларуси. И мы к этим методам пришли постепенно. Главный показатель – это смертность населения. Да, мы никуда не денемся. Это жизнь. Кто-то рождается, кто-то уходит из жизни. Если вот мне вчера доложили, два человека за последние трое суток погибли, одна женщина, четвертая степень – рак. Ну, совсем слабая была и подключился вирус. Погибла четвертая степень. Но, тем не менее, за нее врачи боролись день и ночь. Поэтому не надо тут накатывать, что кто-то тут заинтересован в том, чтобы было хуже. Мы реагируем на вот эти болезни, исходя из той обстановки и ситуации, которая складывается. И этот метод принес свои результаты. Много экспертов, не совсем экспертов и совсем не экспертов сочли нужным критиковать подходы Беларуси. Особенно проведение Парада Победы. Беларусь отнеслась к этому спокойно, привыкли уже к внешнему медиашуму. Но сегодня начинает подводить первые итоги. По поводу парада. Я абсолютно был убежден, что люди находятся на воздухе. Это не хуже, чем они там где-то будут запертыми. Это военные люди были очень много, переболевшие и так далее. Но все-таки в душе, в сердце как-то настороженность была. Ну и что мы получили? Трое-четверо суток после этого. В Минске значительно. Вчера в два раза снижение пневмонии. В два раза. И я вчера перекрестившись, говорю, дай бог, чтобы мы и дальше так по пневмониям прошлись. В два раза. В том плане, что мы госпитализировали и выписали людей. И у нас в минус пошло. И не только в Минске. И мы получили дополнительное койко-место для заболевших людей. В ближайшее время я перехожу на контроль, лечение в больнице. Среднее это звено долечивания и наблюдение дома. Вы не думайте, что мы тут положились на волю одного министра или врачей. Нет, мы контролируем по основным направлениям, контролируем эти процессы. Созданы бригады, в которые включены вирусологи и разного рода эпидемиологи. Практикующие врачи. Допустим, с Витебска мы позвали несколько человек. У них пошло это все на спад. Больницы зачищаем и так далее. Мы оттуда взяли специалистов. И они проедут, прежде всего с Минска начнем и посмотрим, как лечат. Это надо посмотреть движение. Движение больных людей. Это наши методы. И мы в течение вот этого дня, до выходных дней, я буду иметь эту полную картину и полную информацию.